Татьяна пишет, у меня погиб сын, он был для меня светом, жизнью, всем. Это я его не сберегла, я знаю, только не знаю, как теперь жить, но и умереть нет сил. Надо вообще подняться выше жизни и смерти, этой жестокой, краткой и ничего, в общем-то, не дающей нам. Жизни? Да, надо подняться выше ее и понимать, что все мы проходим определенный курс, круг, кругоборот. И поэтому все наши жизни и смерти, они включаются все в одно непрерывное движение. И чем быстрее мы проходим череду жизней, тем мы все ближе и ближе к тому, что мы освободимся от этого кругоборота и войдем в абсолютную вечную жизнь. Вы думаете, что мама, которая потеряла своего сына... Она услышит. Да? Да, потому что она страдает, она услышит. Только таким образом, никак иначе. Вообще, надо потихонечку все-таки объяснять людям, что смерти нет. Что смерти нет, это кругобороты, это переходы из одного состояния в другое. А вот для нее исчезает, допустим, ее сын, он исчезает? Ну, она его носила в себе, она его родила из себя. Да. Так что для нее это трудно, но в общем ничего в этом на самом деле нет. Связь она чисто духовная. И только в том, чтобы подняться над животным телом, в этом наша задача. Все равно же ничего уже не сделаешь, и не только у нее, у всех. Да, неверно. У всех никакой связи между телами нет. Все. Тела это на животном уровне. Неживое растительное животное. А человеческий уровень, он связан только через осознание. Можно вот так вот осознавать, что он как бы есть, продолжает быть. Вот можно дойти до этого возраста? Так оно и есть. Он есть? Конечно. Потому что все, что существует, оно проходит все эти четыре стадии. Неживое растительное животное человек. И поэтому, несмотря на то, что человек пропадает из нашего зрения, из наших ощущений, материальный мир он дан только в наших ощущениях, и то это чистая иллюзия, а все остальное это дается уже в осознании, в понимании, в слиянии и так далее. То есть, в принципе, общение только изменилось, да? Вот то, что у них было такое физическое, это одно, а сейчас оно превратилось в совсем другое. Да. То есть, она должна сейчас войти, если можно, суммируйте это все, в какое состояние? Вот желательно, чтобы она вошла. Войти в состояние, когда она ощущает связь с ним через духовное состояние, духовное слияние, соединение. Дух ее и дух его. Вот и все. И ничего другого. И вообще, как будто этого мира не существует. Это же все иллюзия. Пускай его не будет. Этого мира? Да. Все. Надо представлять себя только таким образом. Это настолько легко, настолько хорошо. То есть, ты как бы над этой жизнью поднимаешься, да? Ты ее вообще отметаешь. Нет этой иллюзии. А что есть тогда? Вот скажите, мы на этом закончим. Для нее, вот если она поднимается из этого мира? Чувство, внутреннее чувство человека. Вот это то, что есть. Что она с ним сверла? Это и есть, да. Это и есть порыв его сердца. Человека? Сердца человека? Да. Ничего другого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok